Здравствуйте! Добро пожаловать в мой художественный магазин. Рада вас приветствовать. Проходите, пожалуйста. Итак, чем я могу вам помочь? Вам нужны художественные материалы в художественную школу. Отлично! Конечно, я подберу для вас их. У вас есть список, вам бы давали, да? Примерно есть, да? Хорошо, я вам помогу тогда разобраться. Так, значит, начну, наверное, с красочки. Масляная красочка, она вот в таких вот тюбиках. Знаете, вам всегда очень приятно писать, поэтому хороший выбор, что вы решили писать картины маслом. Вот такие вот тюбики. Вам надо, давайте я вам открою, вам надо таких купить. Основные цвета. Это Умбра. Посмотрите, какой коричневый оттеночек. Да, в красочках нету такого красного, желтого, синие. В них разные такие оттенки, знаете? Умбра жженая, карминовый, циррулиум, индика, ультрамарин. Очень красивые все оттеночки. По названию и цвету, конечно же. Итак, сейчас я подберу для вас основные цвета, как, по моему мнению, нужны. Для художника, начинающего, в первую очередь, вам не обойтись без желтой какой-нибудь красочки. Лимонный, либо светлый, желтый. Да, или куда же без белила? А у меня белила, это белые цветы. Есть белила титановые и цинковые. Цинковые, они, знаете, они такие менее кроющие, более прозрачные. И так я возьму наш пакетик, чтобы вкладывать для вас наши покупочки. Красочки, которые уже выбрали всего сложный пакетик. Отлично. И далее, что еще потребуется из красок? Давайте посмотрим. Это какой-нибудь красный оттеночек. Я предпочитаю карминовый или краблак. Это такой розово-красный оттеночек. Посмотрите, как красивый. Мы разбили, он очень красивый оттеночек. Я пишу с ним картины, все цветочные. Кладу вам тогда в пакетик. Отлично. Синий, конечно же, это ультрамарин для художников. Все предпочитают ультрамарин. Это такой очень интересный, живописный синий оттеночек. Накладываю его вам в пакетик. Но я думаю, что не обойдите без умбры. Умбра, конечно, ее можно и не мешать, но я предпочитаю, чтобы она была всегда. Потому что на палитре и индика вместо черного, он очень хороший, альтернативный цвет. Теперь на чем же вам писать, да? На чем писать? Холсты вам нужны. И, посмотрите, есть вот такие вот холсты на потравнике. Обязательно, вот они такие выпуклые. Это получается ткань натянутая на потравник, на деревянную такую основу. Правильно. Конечно же, все художники в этом вам пишут. Такие картины с давних и с древних еще времен. Очень приятная звонка. Значит, как новичку я вам порекомендую не маленький, а небольшой размер. Посмотрите, это 30 на 30. Квадратные, прямоугольные, можете брать. 30 на 30 сантиметров. Вот такие вот. Вот они очень приятные, и на них просто шикарно писать кисточками. Либо еще очень основной такой размер, это 30 на 40. Это как 2А4 листа. Формат такой А3. Отлично, хорошо. Кладу тогда вам тоже пакетик. Есть, конечно, вот такие вот большие еще халсты. 61 на 80. Вот как море стоит у меня тут на мальбертике. Вот такие вот. В принципе, можно взять и такой один попробовать себя, да? В таких больших форматах. Поэтому почему бы и нет? Такие картины шикарно смотрятся в этой мере. Их, конечно же, надо вешать на стены. На стены, чтобы для них, в общем-то, надо большое пространство, чтобы они хорошо смотрели. Отлично, кладу вам иногда тоже его. Итак, что нам еще нужно? Смотрим. Значит, я думаю, что картон. Смотрите. Вообще художники какие-нибудь зарисовки пишут. Пишут на картоне. Зарисовки-то будете на пленэр. Или вам надо сделать какой-то набросок. И зачем тратить холод, когда можно сделать его на картоне. Просто грунтуйте его красочкой. И можно спокойно писать. Вот, я положу вам вот такую вот упаковочку картона. Это называется переплетный пивной картон. Он толстенький такой. Берите, чем подолще, тем, конечно, получше. И обязательно загрунтуйте его акриловой красочкой или грунтом, чтобы писать маслом. Либо, допустим, в технике масло не надо грунтовать. Можете сразу просто писать маслом. Мы стихийно в тот слой кладете. Я так тоже пишу картину. Хорошо, отлично кладу вам сюда. Замечательно. Так, что вам еще потребуется? Кисточки, конечно же. Куда без кисточек, да? Чем писать? Посмотрите, вот тут вот щетинка. Я рекомендую вам взять и щетину, и синтетику. Вот такая вот большая. Мисточка. Вот такая вот. С такой длинной ручкой, да? Чтобы отходить от картины. И такая ручка нужна для того, чтобы делать мазок на вытянутой руке. Чтобы смотреть картины в целом. Это вот обязательное правило. Для того, чтобы у вас картина будет хорошо получаться. Они не должны быть вблизи, они должны быть у вас. Немножко на вытянутой руке. Так, вот такой вот размер большой. Я рекомендую вам взять и такой большой, и чуть поменьше тоже щетинка. И еще вот, смотрите, еще поменьше. Да, вот вам надо несколько размеров взять. От большого до маленького. Еще меньше вот такая вот. Ну, посмотрите. Просто чем больше формат картины, тем больше и кисточки нужны. Чем меньше формат картины, тем меньше кисточки. И вот совсем такая вот маленькая еще. Да, отлично. Я думаю, такого набора достаточно. И, конечно же, для детализации вам нужно взять кисточку синтетику, лайнер. Вот, чем длиннее форс у нее будет, тем лучше. Это нулевочка синтетика. Вот такой вот лайнер для детализации, чтобы сделать какие-то вот такие мазочки. Такие самые-самые маленькие. Хорошо, давайте посмотрим, что еще. Вот такая вот, смотрите, большая кисточка для фона, да, вам подойдет. Вот для такого формата. Картины большого, чтобы закрыть фоном картины. Мне кажется, такая нужна. Ситинки очень хороший бюджетный вариант для художников. И они, знаете, создают очень интересный такой басочек, немножечко полосатый, шершавый. Я очень люблю работать ситинками. Так, ну и, конечно же, синтетику можно взять для каких-то воздушных техник, для дальнего плана. Возможно, вам понадобится и синтетикам. Я рекомендую вот такие вот плоские, квадратные, прямоугольные, либо овальные, но именно плоские. Посмотрите. Они очень даже, они мягенькие, они приятные. Ими можно писать и акрилом, и маслом. Но очень хорошенечко надо их промывать обязательно, чтобы они не испортились и не слиплись от масла. И я думаю, что вот такую вот какую-нибудь среднюю можно взять. Вот это вот круглое для каких-то деталей. Да? Да. Хорошо. Смотрите, есть еще вот такие вот фейерные кисточки. Ими можно сделать фактурку. Допустим, листы, травы или еще чего-нибудь. Если вы пишете пейзажи, волосы к людей. Есть такая синтетика. А есть щетина. Посмотрите, вот такая вот. Щетинка даже, я думаю, что и лучше, потому что она в такой, знаете, не штампует, а хороший, естественный масочек делает, чем синтетик. Поэтому у меня есть и то, и то, но я рекомендую вам взять щетинку, если стоит выбор. По холсту очень приятно работать с кисточками. Отлично. Так, так, холсту вам тоже есть. Что еще вам потребуется? Давайте посмотрим. Конечно же, палитра, где смешиваются красочки. Я рекомендую брать именно деревянную, вот такую вот, приятную на ощупь. Конечно, одноразовые есть палитры тоже, но они не такие приятные, не такие эстетичные. Посмотрите, вот эта дырочка нужна для того, чтобы засунуть пальчик туда. И у вас еще свободная рука получается. Вот так вот вы будете выглядеть, вязать вот так вот, как настоящий художник. Такой, знаете, классический вид художника. Классический портрет художника с кисточкой и вот такой вот палитрой, где надо пальчик заводить. А в руку можно положить золотистую ветку или тряпочку. И тогда у вас получается три предмета в двух руках. Очень удобно. Хорошо, давайте я вам положу чистую палитру в наш пакетик. Так, давайте подумаем, что вам еще потребуется. Мастехины. Конечно, есть вот разные формы, разные произродители. Мастехинчики. Раньше они служили для того, чтобы намешивать красочку на палитре. Но в наше время художники, я в том числе, пишут мастехинами картинки. Посмотрите, есть вот такая вот лопатка. Я вам покажу формы. Лопатка. Ну, даже не знаю, как для начинающего. Мне кажется, она не нужна. Но, возможно, вам в будущем понадобится. Я вам расскажу какие-то. Есть вот такая вот. Хорошо очень писать с такой формой. Горы какие-нибудь. Здания. Архитектуру. Так, посмотрим. Есть вот такой вот маленький ромбовидный ромбик. Маленький есть ромбы, большие. Это классическая такая форма мастехина. Но они маленькие. Лучше брать мастехинчик побольше. Вот такой вот ромбик. Вот такой вот лучший размер берите. Как выбрать хороший мастехин? Он должен вот так вот гнуться. Он должен быть пластичным. Вот этот, знаете, не очень хороший. Посмотрите, вот этот, да, он гнется. Вам будет удобно им работать. Вот так отойдите гнется. Хорошо. Вот эта вот форма называется рыбка. Она такая вытянутая, овальчиком. Похожа на рыбку. Это моя любимая форма. Поэтому я вам с чистым сердцем рекомендую ее взять. Она очень эстетичная. Я пишу картины именно таким мастехином. Импасты или просто какие-то, надо, да, масочки добавить. Я пишу картины. И пишу я имена. Видите, он мне уже много лет служит верой правды. Хорошо, кладу вам в пакетики. Итак, что же нам еще потребуется? Давайте посмотрим. Может быть, вам нужны мольберты? Есть вот такие вот настольные маленькие мольбертики. Вот так вот они получаются. И вы их ставите на стол. Ставите небольшой какой-то ултик и пишите. Есть большие вот такие вот. Видите, картина стоит на таком мольберте. Они раскладываются, собираются. Их можно отрегулировать по высоте, картина поставить. Хорошо. Давайте тогда, что касается упаковки, да, вы будете ходить в художественную школу. Возможно, вам надо будет упаковывать ваши картины. У каждого художника, я считаю, должна быть малярная лента. Что-то закрепить, подкрепить, упаковать. Закрепить даже тот же картон на пленэре по краюшкам. Поэтому малярный скотч обязателен для художников. Можно, конечно, его купить в каких-то обычных, да, бытовых магазинов. У нас он тоже продается, поэтому... Я думаю, что вы сразу и возьмете его там. Хорошо, далее пупырка. Пупырочатая пленка она называется. А в народе просто пупырка. Это мой любимый материал для упаковки. Мы картины. Я сначала обматываю картины, когда отправляю ее в почту и покупателю в третью ленту, а потом в пупырку. Я очень люблю упаковывать сама картина, поэтому... Если вы тоже будете в будущем продавать свои работы и упаковывать ее покупателем под посылками, то обязательно попробуйте упаковать картины сами. Это очень приятное снять и интересное даже. Упаковывать свою картину другому человеку покупателю. Очень приятные пупырки на ощупь и на сылках. Упаковывать картины. Либо вообще даже можно просто упаковать, чтобы они у вас стояли и не пылились Либо покупать или упаковывать Либо может быть еще потребуется добыть импалитру Многие художники такую ленту Такую ленту я помню, такую импалитру Пишут, они потом снимают ленту и выбрасывают И получается палитра у вас остается всегда чистая Вот такой вот лайфхак, да? Хорошо, вы берете отлично, кладу вам пакетик ее тоже Очень приятно, на ощупь и на сбоку И так, и что еще рекомендую, это крафт Крафт бумага, я ее любую совмести и подкладываю куда-то И потом холсты, если бежу на столе миниатюрки Если стелить, можно ей что-то, да? Чтобы не выпачкать бумагу, а потом все на свете И упаковать картину и покупателей в подарок Крафт, он смотрится, знаете, очень интересно Не вычеркнуто, не броско Спокойно можно картину покупать или упаковать в крафт Перевязать лентой, крепчевкой Мне кажется, можно мужчине и женщине подарить такую картину Отлично, закончили сборку всех товаров, я очень рада, что все вам понравилось Что мы нашли все из вашего списка у нас в магазине Так, отлично, да? Очень рада, что и вам все понравилось Пусть мы расправились Да, замечательно Хорошо, давайте посчитаем Отлично Отлично Подскажите, картой у вас будет либо наличными, растет Карты хорошо, прикладывайте сюда к терминалу Да, все прошло Отлично Спасибо вам за покупку Буду рада видеть вас еще в нашем магазине Я желаю вам, чтобы ваш творческий путь был легким и интересным Чтобы с вами была всегда муза творитель Всего вам доброго и до свидания